Здрасте, я Леонид Люблин, директор ЧП Элитные Квартиры. И сегодня хочу рассказать о плюсах и минусах съема квартиры на Новый год и встрече этого праздника в апартаментах арендованных. Конечно же, можно и просто куда-нибудь на Новый год умотать или снять столик в кафе, ресторане, клубе. Но не у всех для этого есть достаточно денег. Да и сама домашняя обстановка съемной квартиры, как бы, многим кажется более предпочтительной. И тогда я вам могу дать несколько дельных советов по поводу альтернативы. Прежде всего, надо понимать, что для владельцев квартир, а также агентств недвижимости, вы не являетесь желанным и самым лучшим клиентом на эти праздники. Так как достаточно опыт, многолетний опыт показал, что достаточно часто квартира превращается в... Вы можете превратиться в руины после хорошего отмечания. Каждый, который приходит с пожеланием снять квартиру, вроде бы нормальный человек, но когда собирается много нормальных людей, то кто-нибудь оказывается любителем хорошо выпить, и потом себя уже не контролирует. В итоге пробитые двери, стены, побитая посуда, облеванные обои, убитая мебель и так дальше. Прожженные кровати, диваны. Поэтому нужно сразу же понимать, что... Ну, во-первых, если у кого-то еще остались иллюзии о том, что цена будет такая же самая, как и в будние дни, то можете с ними распрощаться. Для сравнения, однокомнатную квартиру на... А, никто не сдает квартиры на один день, как правило. Или если вам сдадут новую квартиру на один день, то это будет приблизительно две трети стоимости двух дней. Поэтому проще сразу брать на два дня. И по ценам. Однокомнатную квартиру приблизительно... Цены достаточно усредненные. Однокомнатную квартиру реально снять за... Если в гривнях, то это 3000 гривен, в рублях 6000. Двухкомнатную, от 4 до 8 тысяч гривен, или 10-15 тысяч рублей. И трехкомнатную, от 8 до 10 тысяч гривен, в рублях 15-20. Также с вас обязательно попросят еще и залог. Залог приблизительно равняется той же самой сумме за два дня. Можно, конечно, попытаться это все сделать намного дешевле, но для этого нужно потратить достаточно много времени. Чтобы не получилось так, что... Кто-то... Кто-то пообещает, что будет все в квартире хорошо. Все члены компании, снимающие квартиру на обвод, должны пропорционально тоже скинуться и образовать определенный фонд, страховочный фонд, из которого вы будете потенциально выплачивать за ущерб, принесенный квартире. Для того, чтобы хозяева вам не придумали какого-нибудь ущерба, которого в реальности вы не сделали, а он уже был, для этого лучше всего пройтись с видеокамерой по квартире и снять состояние квартиры до праздника. Просто берите... Вступают в действие правила левой руки. Зашли в квартиру и повернули налево, вы начинаете снимать видео, перемещаясь по всей квартире. Даже после того, как вы его сняли и подписали с хозяином договор, вы должны еще раз, уже потом, до празднования, пройтись по квартире и внимательно посмотреть состояние. Нет ли каких-нибудь следов пребывания шумных компаний, которые были до вас. И если вы их обнаружите, то обязательно позвоните хозяевам и скажите, что вот мы еще даже не собрались, а уже имеется определенный ущерб. Сфотографируйте его, вышлите хозяину, и, как правило, хозяева являются тоже нормальными людьми, и они это все поймут. И, возможно, что-то они даже будут вам благодарны за то, что вы показали, что у них есть определенный ущерб и с ней в квартире. Дальше. Сразу же договоритесь со всеми, что курить не будете в квартире. Как правило, хозяева не любят любить или покурить в квартире, и потом с вас могут взять штраф за прокуренное помещение, которое потом достаточно тяжело будет проветрить. Для курения обычно годятся балконы. Поставьте пепельницу туда, а может быть даже не одну, и проблема будет решена. Или подъезд. В подъезде можно просто выходить со своей пепельницы, или годится та же самая баночка от гороха, или от кукурузы, или еще каких-нибудь ананасов, каких-нибудь консервов, которые просто оставите там, и все будут ходить курить. Заранее договоритесь друг с другом, что курения не будет. Иначе, когда все выпьют, то проконтролировать будет уже достаточно сложно. По поводу пиротехнических изделий, то есть тоже, ну конечно же, никто не... Конечно же, всем захочется зажечь бенгальские огни, стрельнуть из хлопушки, но это как бы... Этим причинить ущерб в квартире достаточно сложно, если только контролировать, над чем будет гореть ваш бенгальский огонь. Но уже петарды, это достаточно нежелательная вещь в квартире, потому что что-то может загореться, что там где-то можно ковер пропалить, диван пропалить, и тогда перетягивать такие вещи достаточно дорого и тяжело. А хозяева будут особо тщательно проверять, все это за вами. Ну, в принципе, я, наверное, рассказал. И начинайте искать... Конечно же, можно начать искать помещение под празднование заранее, но заранее, как правило, цены достаточно... Хозяева лупят цены, и они достаточно большие. Лучше всего уже снимать квартиру за день-два до Нового года, или буквально даже в этот же день, потому что, когда хозяева ищут клиентов, которые будут проживать... Будут не праздновать Новый год, а снимут квартиру на этот период на несколько дней, но таких людей можно и не найти. И многие хозяева пытаются уже последний день-два взять хоть кого-то. И тогда цены будут... Цены реально могут быть в два раза дешевле, чем вам будут называть за неделю, за две. Поэтому не спешите. Тщательно... Заранее берите залоги у тех, с кем вы собираетесь праздновать, потому что может такое оказаться, что вы дадите залог хозяину, а кто-то из вашей компании передумает отмечать с вами Новый год. И тогда хозяева, как правило, уже вам полностью залог точно не отдадут, а могут и просто его не отдать. И тогда пострадает тот, кто дает залог. Поэтому обязательно пусть каждый из желающих с вами вместе отметить и встретить Новый год, заранее скинется, внесет свою долю, и тогда вы практически ничего не потеряете. Желаю вам, чтобы и вам этот Новый год запомнился хорошо. И хозяева как можно быстрее забыли о этом праздновании, а для них это настоящий стресс, так как они всю ночь будут ворочаться, переживать, что у вас там происходит. Еще желательно заранее сказать соседям, просто пройтись по соседям и сказать, что вот так и так, мы такие-то люди, которые вполне нормальные, которые отметим Новый год, но мы постараемся максимально вам не причинить никакого ущерба и максимально тихо себя, насколько это возможно, в этот праздник себя вести. Но надо понимать, что соседи заранее уже, во-первых, соседи знают, что квартира сдается, и они уже заранее будут предполагать, что в этой квартире будет чуть-чуть шумнее, чем или не чуть шумнее, чем обычно. И будут более-менее терпеливы к происходящему. Во вторую ночь с 31 на 1, так что можно шумнеть сколько угодно, а уже с 1 на 2 вам придется с соседями договариваться. Ну, возможно, выпить пару бокал лакалов шампанского, и тогда они будут более благосклонны к вам. Желаю вам хорошо встретить Новый год, надолго запомнить, и радости и удачи вам в этом будущем году. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.